Господи, идти в железную дверь, которая похожа на двери бункеров, немецких бункеров 40-х годов, это не лучшая идея. О, да. Будем копать золото. Э-э, кухнем. Э-э, кухнем. Ещё разик. Чё-то золота нет. Чё делать? Чё делать без золота? Темно, как, я не знаю где. Карту-то хоть не отобрали, нет? Спасибо вам на этом. Где я? Где я? Нет у меня. Всё, ладно. А, всё, не заметил снова этой. О, да. Давай. Работай. Работай, негр. Ты не негр, конечно, всё равно работай. Смотрите, кстати, как и в прошлый раз на той двери, помните, которая самая первая была? На ней доски, которые были приколочены к её... К её косякам, остались в точно таком же... В точно таком же положении висеть. Да, зажигалка нужна, конечно. Он ходит драком с ней, я не знаю зачем. Может, он тебе ресницы не подожжёт, нет? Таким образом, если будет так ходить. Это же опасно. Так низко вы наклониться к зажигалке. Вон там ничего не было. Не кажется, или здесь проход есть? Кажется. Надо перекреститься. Я, похоже, врага слышу. Естественно, дверь закрыта, да? Ну да, как может быть решёткой? Быть не закрыто что-то, куда мне нужно идти? Кажется, что в Гранд-Риве повышает большинство машинок. Хм, интересно. Блин, так угол обзора вообще абсолютно мелкий, низкий. Слишком глубоко, сказал Мерфи. Надо откачать, видимо. Да, сейчас откачаем кого-нибудь. Я так полагаю, здесь некуда идти? Или я опять что-то не заметил? Нет. Ладно, давайте назад. Но там вроде бы некуда идти. Нет, ну там может быть другой есть путь, чтобы откачать эту воду. А, вот да, там вверху есть. Нечто. Это чё вообще? Понял. А, надо будет туда дотолкать что ли ящик? Нихрена себе. Энергия. Лифт. Чёртовые. Насосы. Памс это насос. Я удивлён, для чего здесь насос для откачки воды. Чувак, ты не поверишь. Что происходит? Что-нибудь вообще происходит, нет? Я бы с радостью... А, вот, другую сторону отвертеть было. Я жгу просто. Такой сложный пазл. Ну. Сейчас по-любому где-нибудь загвоздочка какая-нибудь будет, да? насосы должны очистить воду очистить что-то должен открыть что-то он должен открыть я так полагаю это надо сделать с ящиком а стойте мне дорогу перегородили щас 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 надо один убрать один одну я не знаю что это ложь бинка сейчас идем назад вот the hell ладно конечно спасибо вам разорочек чтобы меня заставлять делать все во второй раз это очень любезно с вашей стороны какого черта ну так и быть а все понятно таким образом двигается вот это колесо другой нет но это полагаем не нужно сейчас толкнуть вот эту вот фигню вот сюда до поставить и потом под ней ворвался господи ты божий мой как сложно я просто не знаю капец сейчас будет смешно если если на самом деле все не так легко как кажется о господи самый сложный паз пазл в мире капец я просто сразу не догадался о да надо было я не знаю что такое да я больше времени трачу на повторное это все мы в ажуре интересно а кто и такой хороший ящик туда поставил по-любому о пенделе думал господи темно как заднице и не надо больше никаких аналоги просто темно как задницы и все так радио играет мне уже показалось или радио раньше здесь играла а сейчас реально ничего не видно что это у аптечка и а это чё конечно пистолетные патроны это хорошо если вы у меня все не не отняли а хотя может быть несчастье вернут ух ты твою мать вот это я чуть не не вкакался женщина в узком проходе не будет больше не будем драться я знаю конечно понимаю что ты можешь вообще в любой момент но я как бы с киркой и мне неудобно тебя бить чуда так плохо ко мне относишься мало того что бьешь так еще не веришь себя ударить это как-то не по-женски вот такой вот я жена ненавистник вообще гей у него харита разбита конечно же здоровье что посмотреть здоровье нужно идти статистику да и смотреть что у меня 84 процента здоровья и что игру уже прошел на 10 процентов я просто просто офигеть денджер стати что есть что я сделал не пистолет то вернули нет нет факю это полагает просто опциональная арена нет это может сломать еще размечтался черт у меня отпал у кирки что ли отпало это как как я не знаю как какие назвать металлическая фигня на кирке который висит главное не войти с такой зажигалка в комнату с динамитом ладно все это все это нужно было сделать только для аптечки и пистолетных патронов печку меня дохрена пистолетный патрон не применять некуда ну окей у меня полагает а полагаем не сюда надо может мне назад вернуться я все таки думаю что нет что-то изменилось да мошки откуда-то появились может мне правда назад надо идти не просто не знаю действительно куда идти а нет назад проход закрыт все можно это расслабиться и получать удовольствие карты нет везде темно фонарика нет просто замечательно я вообще в лучшей ситуации никогда в жизни не был это самое прошерное все что могло со мной произойти из всего того что могло со мной произойти господи да что же здесь так темно то это блин разобочки не понимают что когда темно это не значит что должно быть страшно это блин глаза болят после этого не знаю они хоть соображают что если темно хоть ну тогда надо хоть как-то пугать когда ты бегаешь вот такой фигней страдаешь что как бы это не не первых не страшно во вторых противно нет ну я может действительно там что-то не заметил может не в на вниз прыгнуть и покончить жизнь самоубийством я я с радостью это сделаю я вроде все перевернула или куфырну кстати нет здесь вроде ничего а мне нужно перевести понятно мне нужно перевести теперь я перевел мощность на насосы а теперь я переведу мощность на лифт во то как так не сработает ладно надо посмотреть как на лифт перевести мощность так тоже нет нет никак тут по-любому надо это по-любому надо воду сюда перевести а здесь я не знаю сейчас на посмотреть может быть надо ниже и опустить стал ниже не кивер мач ниже она не пускается так не получается положить может другую может куда надо пустить вот теперь на лифт переводится питание все понял водяные мельницы старая мельница крутится вертится какая убогая песня блин кто по нее тащился я даже не знаю наверное это какой-то старопердин вы спросите где логики ее нет мне просто не нравится песня она какая-то глупая и убогая в принципе все песни с ссср созданные с сссрскими артистами и прочими людьми ну почти всех о нет господи как страшно может быть это лизун из охотников за привидениями или я не знаю где как его не разнесло может это как раз кишки мяса куски мяса в экран вылетели нет все таки нет я иначе я был бы так счастлив играла наконец закончилась ничего нормально отряхнулся и пошел клёво вот этот мужик дает конечно может вот этот камешек возьмем а то как-то он побольше посолине что я взял я даже не понимаю что я взял какая-то палка возьму булыжник нету выбросил булыжник но взять балку выбросила булыжник взять не захотел молодец поздравляю ты дебил дырка как как вы в которую кажется ты можешь пройти но на самом деле нет вот такая вот бодега как я люблю этих уже разработчиков за темный темный о господи с валет меня женщина нет посмотрите какая умная скотина тварь сдохни я так полагаю блок мне не помогает да ну-ка сдохни сдохни я скажу так господи ты сдохнешь когда нет нет посмотрите а у меня то нет таких воротов господи какая интересная боевка просто офигеть о там еще одна нет это что то наконец то она сдохла господи я уныли и боевки честно не видал 40 посмотрите сколько она мне сняла и какой смысл в этом блоке ну это у меня никаких у воротов нет ведь я не могу даже двигаться во время блока не могу быстро отбегать назад да конечно охренеть я думал что боевка дерьмовая была с сайлент хилком хам каминг я беру свои слова назад потому что говенная боевка здесь ну да вот смотрите да они решили подумали что они сделали интересную якобы интересную фишечку да то что количество здоровья отображается на самом персонаже когда на нем появляется много много раз значит у него отрицательно меньше здоровья да мало здоровья когда у него вот такой чистенький то у него сто процентов здоровья а как мне ебать пойнать сколько у него 40 процентов или 20 осталось я блин вам что запоминаю сколько у него этих чертовых ран на его теле должно быть для каждого процента здоровья что ли вот у айзека и клавка было все понятно там было четыре деления на спине было все отлично сделано с интерфейсом здесь они зачем так сделали я не понимаю но это крайняя кривая рукость если честно это плохие идеи что почему им мешала полоска жизни ну я не знаю вы там хотя бы вот когда выводишь да вот этот вот интерфейс на экран то почему бы здесь не показать сколько у тебя здоровья почему я должен идти в статистику и смотреть сколько у меня здоровья одна аптечка кстати прибавляется в 50 процентов блок не работает с камнем отлично пазлы муторные либо корявые какие-то которые фиг поймешь как разгадаешь либо муторные а были уже кинь здесь пазлы который фиг как разгадаешь ну вот этим с сейфом я получился немножко но там в принципе было еще неплохо но вот этот вот с тремя с тремя кранами это было просто офигеть какое мутор муторство если не следует что шагать по темноте нифига не видео и пытаясь что там увидеть о господи сколько всего а давайте попробуем прочитать несчастный случай несчастный случай на железной дороге в норе дьявола привел к тому что были убиты 8 детей погибли 8 детей на что в сайлент хилле представители власти говорят как о трагедии дети были убиты последней ночью когда поезд которым они ехали сошел с сошел с рельс в шахтах devil speed был обвинен джип и сейтер оператор поезда который был который был опьянен интоксикает я не знаю видимо все таки имеется ввиду опьянение на момент аварии а также это могло привести к тому что был потому что поезд сошел с рельс этот парень в поезде был пьян сказал филипп метон турист из чикаго он обзывал или биллиджерент он приставал каждому даже к детям но видимо не приставал обзывался на детей на всех даже на детей он здесь не могло быть даже мысли что он мог хоть чем-то управлять мы только начали расследовать это это происшествие и пока что мы не готовы что-то говорить по этому поводу детектив эдвард рожерс сказал репортерам этим утром вот эту фразу мы мы приведем мы будем использовать все возможные ресурсы полиции и персонала чтобы раскрыть это преступление или этот случай авторитет и ты их сайлент хиле люди которые отвечают за туризм сайлент хиле закрыли все сразу же закрыли все актракцион будем говорить аттракционы в дейл спид и сказали следующее мы очень опечалены ужасным инцидентом который повлек в который который был вовлечен туристический поезд с наших фабрик и мы очень будем копили сотрудничать с представителями власти во всех аспектах расследования надеюсь вы что-то поняли из того что я прочитал джип и сейтер это тот парень который я встретил снаружи